Канал Прелесть 34 Рус представляет фантастический сериал восьмую серию Дикорик причем малобюджетный Всем привет! С вами я, Елена Смотрите, короче, видео долго не было я, конечно, извиняюсь я по вам очень соскучилась, дорогие друзья я по игровым видео очень соскучилась но я просто делала видео именно которое связано с городом конечно же, качество со звуком там не очень но я буду его переделывать вот и оно у меня заняло очень много времени и поэтому долго не было видео по играм то есть я слишком очень много времени потратила именно на то видео вот ну ничего, я думаю, пересниму и сделаю просто надо научиться первое видео это сложно так же, как и было с игровыми ладно поехали с вами играть давайте посмотрим, что у нас с квестами я уже не помню что мне надо сделать где мне надо сделать почем надо сделать тут, кстати, будет несколько прикольчиков я надеюсь, вы их зацените так, смотрите, странная амулета чужак пошлите узнаем у чужака что он там стоит и я примерно поняла где он стоит что он хочет и все остальное конечно, если у нас не скушает во всяком случае я надеюсь или хотя нет давайте сначала амулеты сделаем я примерно уже поняла что где я тут поиграла немножко нашла несколько интересных мест рассказывайте как у вас дела как настроение как погода у нас все растаяло почти снег растаяло вроде обещали вновь, а там не знаю посмотрим вот как говорится пожилым увидим блин, почему я не могу вот эти вот ягодки забрать странно даже почему не могу забрать ну ладно так, амулет я надела давайте посмотрим да, надела 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 надеюсь, тебя там нету а что ты там делаешь? или не делаешь? или делаешь? убегаем я, короче, это убегаем убегаем когда в прошлой серии записывала то есть когда я это убрала того, у которого меч надо было забрать уже даже имена забыла вот я, короче, яйцо с снега положу обратно это была походу ошибка большая вот и теперь он за нами бегает носится иногда вот я сейчас забрала его посмотрим куда он денется бала ладно пока с снегом все ясно пошли все-таки это убегаем к чужаку если что обратно мы сюда быстро можем вернуться да кстати по поводу прикола который тут будет я уже в инстаграм фотку кидала когда я чисто просто играла там уже этот прикольчик есть небольшой так что кто подписан тот будет знать что это за прикол так побежали с вами так побежали если долго если долго по дорожке если то хоть я хотела и бежать то пожалуй только конечно то наверно верно то возможно можно 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 в Африку прийти аааа в Африке реки вот такой шириной ааа что тут сколько дел бегемота короче я не успеваю и играть И этих песен. И очень весело так. Хотя песенка подходит. Может, бежим? Прокопила бегемоты. А-а-а! А-а-а! Шерши непадочки. Ящерица. Где наш чужар? Ой, чё-то я, по-моему, на себя всех сагрила. Чё-то я подбежала не то и... дорогой. Ай, березки! Да что такое? Остановись! Остановись! Ну, куда ты повернула туда? О, походу дядя устучит. Так. Так, пошлите с вами до чужака добежим. Вот. Оттуда уже перепортнёмся назад. Вот. Бегаем. Смотрите, какие ярко-зеленые и лошерки. Прикольные вообще. Очень прикольно. А-а-а! А-а-а! Вот. А-а-а! А-а-а! Ну, что ж так долго погружать? А-а-а! 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 Не-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Что-то я не понял вообще, где мужик? Жиг, жиг, жиг. А, вон он, мантры читают. Как с ящерицы подойдёт. Блин, по одной надо, наверное. Или попробовать с ним поговорить. Знаешь, кинуться. Ты кому там молишь? Вау, 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 вау. Не-не-не-не-не. Подожди. Не-не-не, я не хочу общаться. Мужик, ты прям как это... У тебя телохранители, да, ящерки? Приручил почти драконов. Так, пока не томата, траву потом соберём. Да что же вы такое, а? Серебра тормозит. А, вы молоденький! Молодняк. Их даже не что бояться. Оф, так тормозишь! что ты что ты здесь делаешь а я ждал тебя и ты пришел ты меня знаешь нет я чувствовал что кто-то хочет меня видеть и что у него нет злого умысла меня здесь называют бары а может быть меня прислали сюда специально чтобы тебя убить ну во первых ты еще слишком молод у меня есть способность распознавать то что чувствует люди и животные и что происходит вокруг а я могу этому научиться кто знает может быть когда-нибудь сможешь а как ты это делаешь например я заранее знал что ты мне ничего не сделаешь почему ящерицы тебя не трогают ящерицы знают что я для них не представляю угрозы поэтому они меня не трогали это невозможно как тебе это удается ты пользуешься магией нет магия здесь ни при чем животные чувствуют что я не желаю им зла в отличие от волков у них хорошо развитая интуиция волки же убивают потому что им нравится убивать обычно дикие животные так себя не ведут то есть это не настоящие волки вырастили и воспитали орки они тренировали их нападать на людей и убивать откуда тебе все это известно об этом я расскажу в другой раз когда узнаю тебя лучше меня только что чуть не убили почему ты не помог мне почему я не стал убивать ящериц мне это и в голову не пришло я должен тебе поверить неважно поверишь ты мне или нет думаю мне пора идти подожди что привело тебя сюда я живу в замке порталан и состою на службе будущего правитель агатии желаю удачи приходи ко мне когда у тебя будет время подожди это даже интересно ты можешь рассказать кто сейчас живет в этом замке там живут солдаты ими руководит человек по имени беринга когда я видел что порталане кто-то поселился но я не знаю никакого берингера наверное вы все служите королю а что еще ты знаешь о короле гати и об этих землях ты слишком любопытен и я не могу тебе об этом рассказать но вот что эти земли были покинуты и король не имел ничего против хотя они принадлежали ему мы не служим королю гати и по мнению берингеров гати и сейчас нет настоящего правителя а я видел короля и по моему он очень хороший человек что ты знаешь порталане несколько столетий назад этот замок был разрушен орками когда вортов прогнали с этой земли король захотел отстроить его заново рабочие смогли построить только часть замка но об этом в следующий раз почему ты не хочешь пойти со мной твои способности могут пригодиться берингору нет здесь очень нравится я буду тебе очень благодарен если ты никому не расскажешь об этом месте альвина можно про него говорить или нет блин самое фиговое что тут вся эта трава нифига не видно за этими цветами за цветочной поляной так ладно я предлагаю к замку умернуть так нам похавать кстати самое прикольное мне вот этот вот нравится велес по-моему его если не ошибаюсь не было в обычном готике был серафис ну сейчас мы с вами по замку погуляем вот конечно в замке мало что интересного и есть но есть некоторый прикол и давайте может быть какие-нибудь еще задания возьмем на следующей серии ну что я свободен словно птица в небесах ну мы прилетели быстренько так пошли оба прикольное место поставила как раз суеток сделаю как раз на пенек сяду на пенек съем пирожок скакали а еще что я хотела я хотела ходить с амулетом вот сделать квест по-моему чужак вот да да я его искала где он халандов халандов так пошлите с ним поговорим может быть он с нами захочет поговорить просто иногда непонятно почему некоторые квесты с нами не разговаривают не хотят не хотел бы я попасть в подобную переделку так где он не хохочет и это очень странно ты где? я посмотрю со стороны возможно прям можно через окна подглядывать все наколдовался решил в доме посидеть так вот давай я кое-что узнал о телепорталах ну рассказывай у меня получилось я прошел да? тебе даже удалось пройти? конечно я смог войти в один портал и выйти через другой вот это да как ты это сделал? эти странные амулеты играют важную роль в телепортации для открытия каждого портала используется определенный амулет и он в свою очередь приводит к точно такому же порталу в выходу интересно предыдущие владельцы использовали их чтобы быстрее добираться до нужного места конечно это мог сделать только тот кто использовал амулеты значит этих амулетов довольно много? да точно если тебе повезет ты найдешь еще несколько хм в любом случае это того стоит я нашел один из них и захотел пройти да? и что? когда я подошел ближе в нем вспыхнуло красное пламя и изнутри послышался нарастающий гул этим меня не удивишь я знал все это и до тебя хм какой ты все знайка ты ничего не забыл? нет я ничего не забыл нет? хм это стоило того ну что ж поговорим о вознаграждении вот два зелья силы и два заклинания думаю это хорошая цена хм что? этого мало? солдаты заразили тебя своей жадностью? испортили тебя? конечно нет но я рисковал своей жизнью мы все здесь ежедневно рискуем жизнью и ты хочешь поступить на службу к Беренгару и заслужить репутацию настоящего воина? да хорошо слушай исходя из особенностей построения этого портала можно сделать вывод что его могут открыть шесть амулетов только тогда его можно будет использовать теперь у меня есть два найди мне еще четыре за следующий амулет я заплачу тебе три сотни монет и за каждый после него в два раза больше многообещающая сделка не так ли? а вот стоит соглашаться или нет? надо лучше надо лучше не то что сейчас зачем ты хочешь заплатить мне за то что не продается? эти амулеты могут мне и самому пригодиться ты думаешь что портал можно использовать только один раз? амулетов очень много как может быть много ключей к одному и тому же замку ну в чем дело? наверное ты прав чужие проблемы ладно согласимся если я согласен я найду тебе эти амулеты посмотрим хорошо но ты должен достать мне их все если у тебя получится найти еще четыре амулета я тебе очень щедро заплачу за них а что ты понимаешь под великодушием? найди мне магический ключ и я тебе обещаю ты не пожалеешь конечно я уже пожалела что с тобой связалась надо было просто платформу починить короче самый прикол самый рисковый паренек это Талиасан который сидит в своей хижине и фигней страдает не про жадости что он начал говорить это знаете напоминает тот анекдот доктор дайте мне таблеток от жадости и побольше и побольше так где наша хата? я хочу поспать я хочу поспать память как у рыбки я уже все позабыла что где вот это наверное эй постой нет нет ты все понял правильно значит вот это да вот вспомнилась камин так давайте поспим а то сейчас уже вечер начинается до утра лишь до утра так все выспались ну пошлите с вами в замок посмотрим что там у нас изменилось может быть что-то нам расскажут что-то скажут посмотрим вот главное чтобы было весело и интересно вот главное чтобы было весело и интересно так я не пойму нифига почему у меня до сих пор висит сталь точнее руда которую я уже приперла сюда это ух собачки тут нету его Самое интересное в хижине он с вами не разговаривает. Может тут когда появляется он будет с нами разговаривать? Кузнец. Нет, тут он наёмник. Ясно. Ну что, давайте я вам прикол покажу. Сейчас только найду, где это было. Тут что у нас? Тут какой-то вход. Блин, ну модеры молодцы вообще. Они прикольно тут угарнули с этим моментом. Я ржала, наверное, весь вечер после этого. Вот смотрите. Дверь открывает. Видите? Это ещё пол-дела типа. У меня сразу вспоминается песня Сектор Газа. Туалет. И лучше кайфа нет, чем новый туалет. Стоит в саду, сверкает, отражая солнцвет. Смотрите, это ещё не всё. Сюда можно сесть. Вы представляете? Смотрите, как это со стороны смотрится. Вот это я как раз и фоткала в Инстаграм. Это так забавно вообще. Ладно, немножко погорали, пошли. Так что всё-таки здесь самые первые придумали в этой модификации такой прикол. Закроем, чтобы не смущать других. Ой, прям весёлая такая фигня. Кстати, не знаю, что тут. Давайте посмотрим, может быть что-то увидим. Ага, там вода. Но мы, наверное, оттуда не выберемся, если мы куда залезем. Да. Кстати. Кто ты? О, молодость! Вот она передо мной. Она совсем не знает, как далеко от меня. Меня зовут Малахиас из Бентайна юноша. Какую работу ты выполняешь в лагере? Работу? У меня нет других обязательств, кроме тех, которые я наложил на себя сам. Какой самый деловой? Что ты здесь делаешь? Я паломник. Здесь растёт камнеломка. У меня болит спина. Отвар этой травы помогает унять боль в спине. Ах, что я здесь делаю? Я иду поклониться святыням Банахии. Это паломничество предписано мне кодексом, и мне предстоит пройти ещё около ста километров. И дорога проходит через этот лагерь. Я был здесь очень давно. Я искал артефакты во имя нашего Бога. Это было очень мирное место, в котором обитали лишь птицы, строившие гнёзда на крышах замка. Как раз там, где сейчас ходят солдаты с копьями. Но этот нечестивец построил для вас свой мир. Странный мир. Кстати, мне вот этот вот чувак напоминает с готики, который с деревьями общается. Совсем ку-ку. Зачем ты отправился в этот долгий путь? Я нарушил правила нашего монастыря. Я согрешил. Я пренебрёг своей обязанностью, которая возлагается только на избранных. Я нарушил свою клятву и предал свой орден. Я на дороге покаяния. Только когда я приду в банахию и принесу жертву Богу, я буду прощён и очищусь от греха. До тех пор я буду недостоин даже произносить имя Бога, которому служу. Какое преступление ты совершил? После двадцати лет службы я был назначен стражем неба. В каждом большом городе, в котором есть резиденция нашего ордена, учреждается эта должность. Я должен был стоять на посту на колокольне нашего монастыря с того момента, как солнце клонится к закату и до заката. Оружием мне были глаза и ум. В одной старинной легенде говорится, что посланник Бога явится в часы заката в образе серебряной птицы. Он прилетит в лучах закатного солнца и передаст стражу неба послание от Бога. И в этот день мир осветит божественный свет и наступит время вечного блаженства. Но в чем заключалось преступление? Я ушел с колокольни. Позор мне! Снизу раздавались крики. Я узнал голос одной женщины, которая за день до этого обратилась ко мне с одной просьбой. Я дал ей обещание никому об этом не рассказывать. Я поспешил к ней на помощь, так как она была почти у ворот монастыря. Она искала помощи, но ее настигли. И ее жизни угрожала опасность. Один из братьев увидел, что я оставил колокольню. К счастью, о моем поступке он сообщил главе ордена. И теперь я совершаю паломничество. А, все? Я уже думала уже это... Уснула почти. Так. Но ты же хотел кому-то помочь. Это не имеет значения? Послание Бога для нас гораздо важнее человеческой жизни. Наши мудрецы составили множество книг, в которых объяснили нам причину этого. Они правы. Подумай только, что было бы, если бы мы не смогли выполнить волю нашего Бога. Если мы покажем, что наша надежда на его приход не так сильна, как нужно, как ты думаешь, что случится тогда с человечеством? Тогда мир заполнят низменные существа, оттеснят нас, и все погружится в океан вечного зла. Пусть удача сопутствует тебе. Какой-то странный мужик. Он чем-то похож из братства спящего. Вот. Если ты действительно идешь на север, тогда путь, избранный тобой, очень опасен. Я слышал, что в северных болотах живут страшные ящерицы. Они никогда не упускают свою добычу. Все прохожие становятся их кормом. Опасен? Это правда. За все время существования ордена 14 наших братьев уходили в Банакию. Никто из них не вернулся. Значит, недостойные не могут достигнуть Банакии. Но я должен туда дойти. Там я буду молиться о прощении. Банаки... Бан... Почти как Банак. В общем, точно совсем какой-то. Скажи мне, что ты здесь делаешь, иначе я вызову стражников. Позови стражников, юноша. Позови их. Я слишком стар, чтобы страшиться смерть от меча. Иногда я не знаю, жив ли я или уже мертв. Клинки солдат расскажут мне об этом. Ладно, пускай стоит, живет. Ненормальный. Так. Что тут? Около стенки. Травка. Целебная травка. А тут непонятная трава. Смотрите. Напишите мне в комментарии. Короче, я не знаю, стоит ли в замок эти или нет. Если вам будет интересно, я запишу отдельную серию. Потому что все-таки там не так много интересных вещей. Есть какие-то пасхалки, отсылки и интересные места. Но, опять же, мало ли, может быть, вам будет это не интересно. А если я запишу отдельную серию, то можно будет потом пропустить. Хорошо, ржать. Ордарик, прошло уже два месяца с тех пор, как мы виделись в последний раз. У меня было много дел и многое еще предстоит сделать. Несмотря на это, я часто справлялся у Грейверна о том, как у тебя дела. Да. Тебе пришлось нелегко. Ты прошел первые испытания и показал, что ты действительно хочешь поступить ко мне на службу. Надеюсь, ты не подведешь меня и так же хорошо будешь справляться с будущими заданиями. У тебя есть для меня новое задание? Нет. Только через несколько дней. Сначала я должен кое-что проверить, и только после этого мне действительно понадобится твоя помощь. А что ты хочешь проверить? Много лет назад были в Итайне два магических ордена – Акиадан и Мадремир. Маги этих двух орденов объединились и основали центр изучения магии. Все одаренные маги королевства обучались в нем и совершенствовали свое искусство. Никто бы сейчас не поверил, что маги ордена Мадремир были истинными творцами и создавали превосходные заклинания, бесценные шедевры, многие из которых были утрачены. В былые времена орден обладал большим могуществом и мог отразить любое нападение. Но все это уже в прошлом. Никто не мог победить орден самых могущественных магов, но орки все же смогли. Однажды они объединили свои силы, пробили барьер и захватили всю страну. Лишь немногие из магов смогли спастись. Смутное военное время способствовало рассвету воровства. Многие сокровища были утеряны и разграблены. В недоступных пещерах и потаенных местах можно найти многие древние артефакты. Как раз этим мы и занимаемся. Ордарик, теперь я готов принять тебя на службу. Скоро тебе предстоит одно дело, значение которого для лагеря трудно переоценить. Здесь в Итайне находятся три амулета. Мне нужно, чтобы ты нашел их. Когда-то они были надежно спрятаны. Все мои предыдущие попытки получить их были безуспешными. Амулеты называются Три Ромары. Они связаны магической силой. Если их объединить, ни один смертный не сможет противостоять им. Поэтому нам так важно найти амулеты. Их сила поможет нам. Только обладая Три Ромарами, мы можем рассчитывать на победу и захват королевства Гатия. С их помощью мы свергнем короля с его трона. Правда, я уже забыла, что за амулеты, но ладно. Но если даже самым сильным магам страны не удалось победить орков, то, может быть, они были совсем не так сильны? Нет, ты не прав. Для нападения орки собрали все свои войска. И они поступили очень хитро. Они не разжигали костров. Никто не мог бы заподозрить, что они готовят наступление. Но среди магов были и такие, которые предсказали войну с орками. Никто не обратил на это внимания. Поэтому полчища орков застали магов Мадремира врасплох. Если бы не это, они никогда бы не выиграли. Но ведь маги все равно проиграли, разве не так? Если бы они действительно проиграли, Гатия была бы сейчас под властью орков. Но хвала богам! Армии орков несли огромные потери и вынуждены были отказаться от завоевания. Ничто не помешало бы им уничтожить королевских рыцарей и захватить королевство. Поэтому нельзя преуменьшать роль магов в той войне. Ведь они старались нанести оркам как можно больше ущерба и удержать их на границе. И сейчас я должен найти амулеты? Это задание я и поручаю тебе. Я чувствую в тебе скрытую магическую силу. Она поможет тебе справиться. Возможно, ты единственный во всем лагере, кто сможет это сделать. С чего мне начать? Не спеши. Грейверн вызовет тебя, когда будет нужно. Ну, как всегда. Значит, без этого артефакта мы не сможем победить короля и его рыцарей? Нет. Мы можем победить короля и без амулетов. Но Триромары дадут нашим солдатам уверенность в победе. Они поднимут наш боевой дух. Что это за амулеты? Давным-давно маги Ордена Мадримир создали эти амулеты. Они вложили в них часть своей силы и часть силы трех божеств. Каждый амулет обозначен собственной руной. А имена этих рун повторяют имена трех божеств. Грау, Азана и Окида. Блин, я вообще не помню этот квест про амулета. Так, ладно тогда, смотрите, что еще пока что в этой серии можно сделать. Табличку давайте найдем про прошлое. Заякаюсь. Вот, мы с вами сейчас табличку возьмем. Пошлите с вами за табличкой. Сейчас мы с вами табличку заберем. Что у нас тут, про крест, там первое задание. Не помню вообще, хоть убейте. Ладно. Странные амулеты, прошлое. Половину квестов просто так валяется. Непонятно, почему они у меня остались и непонятно по какой причине. Прошлое. Пошлите с вами табличку возьмем. Еще. Какой у нас круг магии? Первый. Я думаю, давайте с вами выучим. Куда ты падаешь? И ты разрешала падать, нет? Нет, не разрешала, а ты упал. Ай, так, давайте с вами выучим второй круг магии. Вот, и посмотрим, какие свитки есть именно по магии. Точнее, руну. Надо покупать руну. Я хочу увеличить свою магическую силу. Я могу помочь тебе в этом. Как ты ее используешь, зависит только от тебя. То есть ты второму кругу магии не учишь, да? Ладно, 10 сил прибавим магию магической, потому что она нам все-таки нужна. Или что у нас там еще? Может быть, это правда. 16 очков обучения. А почему второй круг я не могу выучить? Странно. Мне первый он так не особо-то и нужен-то. Давайте посмотрим вообще свитки, какие именно по кругам магии идут. И еще где-то тут должна быть табличка. Табличка. Странно. Почему-то таблички нет. Такое со мной больше не хочется. Прежде чем. Тоже нет. Глупость неизлечимая. Я давно раньше... Что же между нами, каким нужно рассказывать? Нет, то странно. Ладно, потом поищаю. Лучше я посмотрю со стороны. Хотя она должна была появиться, что попало. Появиться после того, квестом уже. Интересно, в этом что-то есть. Про прошлое узнали уже? Угу. Может быть, я что-то путаю? Как, что у нас там у Гомера продается? Не думаю, что здесь... Чужие проблемы не могут... Что у тебя? Так ты говоришь... Почему нельзя держать язык за зубами? Пам-пам-пам-пам. Не самое лучшее решение... Кстати, а знаете что? Мне не нравится, что... Тут, короче, факел используются всего лишь один раз. Мне это плохо. Не то, что сейчас. Не то, что сейчас. И почему нельзя держать язык за зубами? Я не знаю, что говорят. Так, пермаментные мы потом купим. Интересно, в этом, наверное, не самое лучшее решение. Так ты говоришь... Кстати, нам, по-моему, давали элики. Так ты говоришь... Интересно, а в этом что-то есть? Возможно... Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Не то, что сейчас. Конечно. Его злость тут не поможет. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком... 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 Я думала, что давно решено вопросом. Это все, что он мне дал? Это все фигню? Я думала, что нормально он мне дал. Уже тогда было ясно, что этим делом не кончится. Призыв демона он нам дал. И превращение в тёршек. Чтобы не попасть в подобную переделку. Ну, как-то так себе. Только между нами другу не нужно рассказывать. Это все фигня. То, что он нам дал. Так, ты говоришь... Так, где у нас Грейвен? Ага, наверное, тут рядом. Уже... Интересно, а в этом что-то есть? Ну, по-каку. Интересно, а в этом что-то есть? Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Я не... Сколько можно повторять? Вот, ищи. Не хотел бы... Возможно. Чем нельзя оружие забрать? Я бы его... Это не слишком. И почему нельзя держать язык за зубами? Чужие проблемы не моё дело. Раньше всё было намного... Это оружие. Там, на щите. Я его уже видел. Точно такой же щит украшал дверь нашего дома. Я помню, как однажды его повесил туда отец. Что ж это были за слухи, которые я слышал пару дней назад? Как можно не понимать этого? А, больше больше... Сейчас уже сложно вспомнить. Кажется, говорили, что Беринга рубил моего отца, а тело его привёз сюда и где-то закопал. Где именно, никто не знает. Надо выждать время. Это не самое лучшее решение. Спешка не доведёт до добра. Всё, что ли? Как странно. Россказни каких-то рабочих, которые слоняются без дела, придумают тоже. Но это наводит меня на одну мысль. Если в пещерах можно найти оружие, то я сам могу исследовать эти пещеры и что-нибудь себе раздобыть. Ну, кстати, это в принципе да. Ты всё? Разбалкал? Ну, послушай, я посмотрю. У Беринга для меня нет работы. Значит, постараюсь помочь здесь хоть кому-нибудь. Может быть, мне даже удастся найти один из шести редких амулетов, которые так нужны Берингуру. Всё время одно и то же. Вот ты долгий, а. Вот это вот тормоза твоих. Давай поговорим с Фиском, посмотрим товар. Покажи мне твой товар. Так, что у нас есть у Фиска? У Фиска кольца. Ну, как сказали, это не слишком интересно. Поговорим о чём-нибудь другом. Ну, как сказали, это не слишком интересно. И почему нельзя держать язык за зубами? Так, а что у нас вообще с оружием? В каком у нас оружие есть? Это занимается. Интересно. А в этом что-то есть? Что-то можно замечать. Ну, как бы так себе. Так ты говоришь. Интересно. Так ты говоришь. Это не слишком интересно. Поговорим о чём-нибудь другом. Что-то я покажу с каким-то? Покажи мне твой товар. Так. Тебя быстро пролистала. Чужие проблемы не моё дело. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Ты хочешь сказать? С 35? Тоже мне баба ягодка опять. Здесь никому нельзя доверять. Это не слишком интересно. Поговорим о чём. Фигнюк какой-то продаёт. Так, ты мне... Знаешь, об этом что-то есть. Что ты там рассматриваешь? Пустой кулак. Я думал, это уже до... Не хочет ничего говорить. Всё время одно и всё. Всё вечно чуток. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Надо выждать время. Спешка не доведёт до добра. Так, у тебя тоже на мулетом. Не хотел бы вам говорить. Что у тебя тут есть? Ледяная голыба. Третий, четвёртый, конечно, он покорит. Ловкость 10, урон 20, полевой 28 и 14. Есть смысл его потерять? Наверное, ты прав. Ты хочешь сказать? Я подумаю. Так, а что у нас тут ловкостью? Ловкость 10. Тигрыш, кровь. Так, вот здесь с нами ещё с другим уговорим. Надо выждать время. Спешка. Коноган. Возможно. Ага, это... Я думал, это уже давно решённый вопрос. Чужие. Хорошо. Так, этот с свитками барыжет. Как бы... Ага, молния. Призыв Шрека. Почти как Штека. Третий уровень. Блин, ну, что-то вообще... О, ледяная стрела. Первый уровень. Сила урона 20. Что-то как-то плохо. Второй уровень лечения. Надо будет тоже потом выучить свет. Кстати, свет прикольный. Ну, пока у нас надо будет опять зачистку делать и собирать... О, прозывгарки. Прикольно вообще. Надо будет тоже зачистку сделать. И после того, как зачистку сделаем, наберём весь хлам. Надо будет купить все эти свитки. И будем тут стараться магией пользоваться. Вот. Этот не хочет с нами поговорить? Не хухочет. Подумай. Всё это... Я знаю, Лен. Кодички. Так. Амулеты. Амулеты. Амулеты, наверное, уже буду думать в следующей серии. Потому что я действительно не помню, где их расскажут. Вот. С Альвинами можно вообще поговорить? Хорошо, что я встретил тебя, Ордарик. Скоро я надолго покину этот лагерь. Грейвером поручил мне одно задание. В следующий раз ты можешь меня здесь не встретить. Я хотел попрощаться с тобой. Не знаю, когда мы сможем увидеться. Эй, куда ты без меня собрался? Вообще офигел. Куда ты отправляешься? Сейчас я с пятью другими подданными составляю карту восточных земель. Мы должны отметить на ней все дороги, опасные места, в которых водятся волки, где живут орки или орудуют разбойники. Удачи. Надеюсь, всё же, что мы ещё встретимся. Мне иногда приходится выходить из лагеря, но за его пределами я стараюсь не задерживаться. Я ищу сокровища. В здешних пещерах можно найти настоящие клады. Это очень опасно. В пещерах водятся такие чудовища, у которых даже названия нет. О волках я уже не говорю. Были смельчаки, которые спускались туда. Но никто из них не возвращался. Извеченные тела некоторых из них были найдены. Не хотел бы я встретиться с животным, которое их так люто растерзало. Это ты, наверное, прошныга, да? Которые неубиваемые вообще. Я видел один щит под грудой оружия на рыночной площади. У моего отца был точно такой же. А что это за слухи, о которых ты говоришь? Да, твой отец. Теперь ты служишь у Берингера. Это очень большая честь для тебя. Ты должен сделать выбор. Твой отец мёртв, с этим ничего не поделаешь. Если ты попытаешься разузнать что-то о его смерти, ты сможешь разделить его судьбу. Хорошо всё обдумывай, прежде чем что-либо делать. Я уже не уверен, нужно ли было рассказывать тебе все эти слухи о твоём отце. Какой ты, а? Не уверен он. Сейчас я состою на службе у Берингера, но мне совершенно нечего делать. У него самого нет времени со мной разговаривать. Стратегия – очень тонкое искусство. Даже гениальный полководец может сделать ошибку, за которую он дорого поплатится. Нападение на короля Гатти должно быть спланировано безукоризненно. Поэтому Берингер всё время обдумывает планы. Это радует. Или ты хочешь участвовать в нападении, которое обещает верную смерть, только потому что план его недостаточно хорошо проработан? А мне вот интересно, как бы было бы реализовано нападение. Надеюсь, мы ещё увидимся. Надеюсь, что так и будет. И не позволяй никому обманывать себя. Так, ну, в принципе, чё, я тогда не знаю, что мне дальше делать. Чё, чё. Давайте силушку увеличим, если он тут стоит. Да, класс. Ты потом его ищи, слыши. Азарейн! Давай потрясеем. Ты можешь помочь мне стать более сильным и ловким? Ловкость и сила. Очень важные характеристики воина. Знаете что, я, наверное, ловкость на 10 повышу. Силу на оставшиеся 6. Пускай будет так. Вот. И что у нас там получается? По очкам обучениям, наверное, уже ничего нету, да? Ну, да. Ноль зеро. Вот. Тогда, смотрите, я думаю, пошлите с вами немножко побьём монстриков. Побьём, наверное, всё-таки шарафам. А то они там шляются, летают. Чтобы не летали. Я думаю, что я встала? А мы, оказывается, всё-таки застряли. О, мы с Тамарой ходим парой. Куда ты меня побежал? Так, где мои шаршаляфам? 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 По чуть-чуть, там, зверьё крушить. И опыт потихонечку набирать, чтобы не целость все. Ну, куда ж поднимать всё? А-а-а! Шаршаляфам? 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 Блин, всё-таки... Больно. Да что ты? Не отвяжешься от меня, а? Блин, с толпой всё-таки сложноват. Особенно, когда комп притормаживают, точнее, видео. Сам это прикол, что когда я играю чисто на компе, то есть без записи, всё идеально. Никаких тормозов. Кстати, почему у меня не прибавляется сила? Сколько грибов надо сожрать, а? Скоро уже от грибов плохо будет ордарик. Да, где бы ещё хорошее оружие взять? Надо подумать. О, наконец-то! Магическую силу покачали! Крутяк! Плюс три. Сколько грибов я сожрала? Я даже и не посчитала. Прям даже интерес. Крутяк! Ты что, споткнулся? Шершень! Крутяк! Я тоже тоже. Крутяк! Ардарик! Ну если не как с этими, блин! Никуда ты по воздуху бьёшь? Беги! Ну прям жесть какая-то! Это что вообще? Блин, хоть без записи зачистку делаю! С этими тормозами невозможно зачищать! Ну где ты? Они видны, что не толстой! Кокары тяжело их зачищать! Потому что они видать слишком много занимают! Пей давай! Это зря я наверное потратила! Ну ладно! Пошустрей один! Пошустрей один! Вот! И мы наверное потихонечку будем завершать! Серую! Каменный корень! Ёлки такие классные мне нравятся! Ну куда ты встал? Беги давай! У-ху! О! О! Дуб наверное! Прикольное такое деревце! Конец территории! Данная область в процессе создания! Понятно? О! Краска! Тёмный лист! Тёмно-синим листом! И вот мы бежим, бежим, бежим и всё! Опа! Опа! Ну я не знаю, туда дальше по-моему нельзя пройти! А так было бы интересно как бы это всё выглядело в плане того, что нападение и всё такое! Вот! Так! Что мы с вами так долго бежим? У нас же есть классный телепорт! Вот! Ну что, ребят! Я думаю на этом серию будем заканчивать! Вот! Всем хорошего настроения! Всем спасибо за просмотр! Всем пока! Ой! Не туда нажал! Извините! Всем пока! Пока! Пока!